Приветствую вас, Карина. В первую очередь хотел бы, наверное, спросить вас, задать вам вопрос, если вы не против. Вопрос относительно того, значит, вот, вы хотите своего любимого человека вернуть, и, в принципе, вас можно понять, в некотором смысле можно понять, что вы хотите вернуть своего молодого человека, вот. Но вопрос заключается на самом деле немножечко в другом. Вопрос заключается в том, убрали ли вы те аспекты, убрали ли вы основания для того, чтобы человек... ну, те основания, до которых человек ушёл, вот. То есть, убрали ли вы это, сделали ли вы так, что теперь ему больше, условно говоря, уходить от вас не придётся. Потому что, ну, вот, предположим, предположим, к примеру, что вы его вернули, предположим. Но, если вы ничего не сделаете со своей ревностью, если вы никак её не исследуете и не раскроете, и не увидите, что за ней стоит, что ситуация может, по сути, просто, ну, повториться, ситуация может, по сути, просто случиться вновь, и я бы не сказал, что... второй раз, например, вернуть человека, вам будет уже проще. Ну, то есть, я не сказал бы, что вот вы сможете, сможете второй раз, да, человека вернуть. Мне вот, мне вот, видится, видится здесь, ну, ситуация такая, мне видится, ну, вот, такой ситуация, мне видится такой история. И, соответственно, я понимаю, я понимаю, что вы хотите вернуть его, я понимаю, что вам хочется его вернуть, вот. Но, здесь очень важно понять, во-первых, почему вы хотите его вернуть, то есть, насколько это желание, это потребность человека вернуть для него, а не для вас. Ибо, если вы хотите вернуть его для себя, именно для себя, то вряд ли это возымеет какой-то эффект, опять же, вот. Потому что, ну, потому что, скорее всего, человеку, человек опять почувствует некое, вот, знаете, ну, некое такое давление на себя, вот. Человек почувствует, что вы снова от него, к примеру, чего-то ждете, вот. Вот. И, ну, на мой взгляд, ничего хорошего из этого не получится, вот. На мой взгляд, из этого ничего хорошего не выйдет, кроме, ну, кроме столько того, что вновь человек, а человеку будет что-то напрягать. Вот. Поэтому, на мой взгляд, было бы идеально, если бы вы определили для себя вот этот вот момент, момент того, почему вы хотите его вернуть, для чего, зачем вы хотите его вернуть. Вот. И, возможно, несколько снизили бы, допустим, ну, свою нуждаемость в нем. Вот. Это было бы, для вас это было бы полезным. Потому что, вы бы, вы бы, в таком случае, могли бы исключить возможность повторения ситуации, которая произошла с вами. Вот. Ну, а ревность, если бы ревновали человека молодого своего, то ревность связана с неуверенностью в себе, со прахом одиночества, со склонностью сравнивать себя с другими людьми. Вот. Ну, то есть, вот, как бы вы склонны сравнивать себя с другими людьми. Возможно, возможно, вы склонны это делать. И, собственно, ну, хорошего в этом, ну, наверное, наверное, ничего нет. Да, просто это, хорошего, нет ничего хорошего в том, что вы пытаетесь сравнивать себя, там, с кем, ну, с кем-то, сравнивать себя, там, с другими людьми. Потому что, всегда в этом, в этом смысле вы будете проигрывать. Ну, вот. Ревность, эм, также связана с определенными мыслями о измене. То есть, у вас есть такие мысли, что он, вот, что вам, ваш молодой человек, может изменить. Ну, вот, эм, почему-то, почему-то, почему-то подобные мысли у вас появляются. Это тоже, эм, не просто, ну, не просто так. У этого тоже есть, э, э, свои, э, ну, свои основания, да? У этого тоже, не есть, у этого тоже есть, э, свои, э, вот, ну, причины. почему вы подумали именно о том, что вот человек вам может изменить, к примеру, к примеру, а вот, и возможно это такие вот негативные установки, корни которых находятся либо в семье, либо в вашем негативном опыте, вот, и мешают вам выстраивать отношения. Вот, возможно, вы подсознательно и боитесь отношений по-настоящему близких, по-настоящему искренних, серьезных, вот, и ревность ваша, она, ну, как бы, ну, как бы защищает, да, защищает от угрозы, которую вы видите в отношениях. В целом, у ревности есть достаточно много причин, опять же, это могут быть как взаимоотношения в семье, так и это могут быть определенные, определенные элементы вашего опыта, своего собственного опыта. И тут, как бы, ну, тут нужно исследовать все, ну, там, смотреть на то, что и как вообще происходит между вами, между вами происходило, между вами и человеком. Ну, в целом, возвращать кого-либо, пока не устраняется изначальная проблема, вот, ну, это крайне бесперспективная история, вот, и просто потратите время зря. Вот, кроме того, если у вас есть чувство, например, к человеку, то вы понимаете, что, возможно, у человека больше чувств нет, и это нужно принять, даже если это сложно, но это нужно принять. А если вы не можете принять, то это, опять же, ваш личностный конфликт имеет место быть. Поэтому с этим нужно разбираться Карина. Надеюсь, что мой ответ вам был полезен. Если он понравился вам, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, а желаю вам всего самого доброго и удачи!